МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шоу «Центральная Азия ищет таланты» за два месяца показало сотни талантливых людей. Нас посмотрели миллионы телезрителей в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Число подписчиков на канале «Центральная Азия ищет талант» в видеохостинге YouTube достигло почти 200 тысяч. Но самый главный вопрос, который задают все – кто выиграет 10 миллионов тенге? Прослушивания в шоу «Центральная Азия ищет таланты» завершились. Теперь нам предстоит большая работа – отобрать самых лучших случаев. После промежуточного тура «Делибрэйшн» судьи выбрали полуфиналистов, которые продолжат борьбу за главный приз проекта. Выбор сделан! Это уже полуфинал! В дневниках проекта «Центральная Азия ищет талант» мы расскажем о полуфиналистах подготовки номеров. Нет, здесь нормально. Ну и, конечно, покажем выступление. Но об этом чуть позже. Сейчас мы хотим поделиться с вами хорошей новостью. Сегодня чудесный день. Сегодня… Ты убиваешь меня. Все, все, я волнуюсь. Так. Я волнуюсь просто. О, наконец-то, да? Да, я впервые… Пять лет пытался в YouTube попасть, наконец-то попал. Да, да, да. Волнительный и в то же время торжественный момент настал для всей команды проекта «Центральная Азия ищет таланты». Самсон Безмятежный, партнер YouTube в Казахстане и «Центральной Азии», вручил серебряную награду, которую привезли из Кремниевой долины. Ура! В «Центральной Азии ищет талант» есть одно замечательное достижение. 100 тысяч подписчиков было набрано меньше, чем за три недели. Это рекорд среди телешоу в Казахстане, я думаю, и в «Центральной Азии». Это есть повод, чем гордиться. Все-таки 100 тысяч подписчиков – это не только подписчики на канале, но и более 4 миллионов зрителей, которые смотрели уже шоу ежемесячно. И это очень крутые показатели. Ну, когда количество подписчиков уже перевалило за 50 тысяч, дальше за 70-80, мы прям почувствовали, ну, ожидание чего-то… Это как ожидание подарка, я не знаю, как ожидание Нового года. Вот такая атмосфера, такое настроение было среди команды. Это оценка всей нашей работы, всей нашей команды, каждого члена команды. Но самое главное, и это, кстати, по комментариям в Ютубе больше всего мы видим, и в социальных сетях, то, ради чего задумывался этот проект, чтобы страны, народы «Центральной Азии», Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан узнали друг друга ближе. И это реально происходит. И когда люди пишут «Вау, здорово, братья, мы вас поздравляем и желаем вам успехов!» В Казахе вперед, Кыргызе вперед, Таджики удачи, в Узбеке мы вас любим! Люди пишут друг друга, и это самое главное то, чего мы достигли. Формат «Го Таленд» в Казахстане, он открывает таланты, он открывает способности удивительных людей, которых мы на самом деле не знаем, не встречаем в реальной жизни. Ну и наконец, что же делает наше шоу особо бомбическим? Это сам огонь. Огонь. Я очень хочу выиграть. Я очень хочу добиться того, чего с детства мечтала. Волнение? Ну, думаю, нет. Почему? Потому что я привык к шоу. Конечно, только победа. Первая участница шоу «Централ Эжес Го Таленд», которая обрела популярность на YouTube, Альбина Койкелова из Кыргызстана. Она очень быстро начала расти, сейчас у нее уже почти полтора миллиона просмотров. Это прекрасно, то есть просто, ну не знаю, я его показываю, этот контент всем, в первую очередь, чтобы сказать о том, какое у нас особенно уникальное шоу. Маленькая девочка, не просто читает стихи, она понимает, о чем она говорит и делает это замечательно подачей. Два миллиона просмотров на YouTube – это успех. Фарангиз пока лидирует на канале «Централ Эжес Го Таленд». Конечно же, я не предполагала, что в мое видео соберется столько просмотров. И до сих пор не особо на это верю, но цифры говорят свое. Второе место по просмотрам у Ширин Асанкуловой из Кыргызстана. У нее полтора миллиона просмотров. Третье место делят между собой «Фердавси» с народной узбекской песней «Маком» и «Тамирис». Кандидат мастера спорта по джиу-джитсу из Казахстана исполнила песню «Индилы», и все судьи сказали ей «Да». Я говорю «Да». Мне очень понравилось. В чем тебе в следующем туре? Я тебе говорю «Да». Ура! Сейчас ролик с выступлением Нурали Бейсикожа находится в разделе «Тренды». Юный композитор посвятил свою композицию олимпийскому чемпиону Денису Тену, который погиб в 2018 году. Шахвузбек и Юнос Джон, акробаты из Узбекистана, тоже стремительно набирают просмотры. Мы будем искренне верить, что таланты побьют еще не один рекорд и станут одними из самых просматриваемых и обсуждаемых на видеохостинге YouTube. А команда Central Asia's Got Talent продолжает работу над тем, чтобы каждый выпуск был зрелищным. Не знаю, получится ли у нас получить золотую кнопку, набрать миллион подписчиков, но если это не получится в этом сезоне, то я уверен, что получится в следующем. В дневниках шоу «Центральная Азия ищет таланты» мы показываем то, что осталось за кадром. И уже в первом полуфинале мы видели завораживающие номера. Все очень талантливые, один номер лучше другого. Чтобы в полуфинале выступления были еще ярче, с каждым участником дополнительно работают режиссер-постановщик, хореограф, стилисты, визажисты, реквизиторы и декораторы. Полуфинал – это отдельная тема. То есть мы подбираем репертуар, мы выбираем номер, дорабатываем его какими-то спецэффектами, каким-то контентом на ледах, светом, балетом, какими-то конструкциями на сцене, чтобы это казалось намного более грандиозней. То есть это очень серьезная работа. Сразу начинается музыка, не здорово, если что делать. Сразу поете, заканчиваете песню и ждете пускания от песни. А чтобы шоу получилось красивым, зрелищным и таким, как его видят наши зрители, работает огромное количество человек, буквально забыв про свои семьи, про выходные и про рабочее и нерабочее время. То есть у нас нет такого понятия, что вот все, семь часов, мы должны ехать домой. То есть пока работа не будет сделана, никто домой не идет. Субтитры создавал DimaTorzok Раушан Калаубаева из Казахстана в полуфинальном выступлении исполнила песню из фильма «Агент 007». Когда мне сказали 4D, я была в таком шоке, эмоции зашкаливали. И тогда я поняла, что в полуфинале нужно показать что-то лучшее, намного лучшее. И вот я готовлю очень крутой номер, вот с ним я и выступлю. Краем уха я Раушан прослушал, то, что было прослушано, были прослушивания, все такое. На самом деле эта девочка очень достойна, достойно поет. Даст Бог, она будет прекрасной артисткой, поэтому пожелаем ей удачи. Такое ощущение было, как будто она вот так пела, просто без движения, без ничего. Просто вот ей сказали не двигаться, ей надо было это перебороть. Если, конечно, она переборола и сегодня покажет что-то лучшее, я буду рада за нее. Хотела бы сказать жюри спасибо вам за ваше наставление, за ваши слова. Я учла все нюансы, все ошибки и поработала над собой. Сейчас в полуфинале я буду выступать. Я надеюсь, что вам понравится, что я выложу себя на все 100%, что я откроюсь, выйду за рамки. Субтитры создавал DimaTorzok На сцену готовится выйти феномен из Таджикистана. Именно так переводится название танцевального коллектива «Падеда». Театр-студия «Падеда» на этапе кастингов с легкостью прошел в полуфинал. Мы все четверо говорим вам «Да!» Это очень интересная группа была, кстати. И вот, кстати, вот у этого парня вот как раз-таки вот эта энергетика, мощная энергетика, вот он этим и брал. Вот он супер танцевал. Там даже в окружении всех девушек он прям так блистал, что я даже не успевал за... Не просто там за действиями девушек смотреть, я просто уповался, наслаждался его танцем, его хореографией. Я получил огромное наслаждение. Вот. Поэтому... Вот, кстати, тоже один из таких немногих, которых хотелось бы видеть в гранд-финале. После первого выступления и вердиктов судей они отрепетировали три танца и остановились на лучшем. Танец называется «Халаки дождей». Танец этот рассказывает нам по весну, когда вот, значит, начинает таять снег в горах. Снег в горах. Да, как бы парень дарит девушке цветы. Помнишь, я говорил, ах, если вы в следующий раз выйдете с народным танцем, это будет очень великолепно. Было очень шикарно. Молодцы. А этот молодой человек на кастинге взорвал зрительный зал своими танцами. Энергии в Алихане столько, что хватит зарядить не только Кыргызстан, откуда он родом, но и всю Центральную Азию. Сначала я вбиваю в Ютубе танцы и смотрю движения, а потом их учу и потом свой танец их делаю. Я смотрел видео и придумал движения, потом уже под них я добавлял в мой танец под полуфинал и все. Кстати, этот мальчик, да, очень удивил. В этом и великая магия, вот, сцены, искусство, когда человек умеет преображаться. На кастинге у меня было вообще другие движения. То есть здесь уже другие, новые. Он вот бывает манит, 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 вот это вот обаяние его. То есть вот я не смогла раскусить в этом мальчике, но талант, вот гибкость, вот эту вот пластику. Я прям смотрела, я думаю, вот, молодец. Довольны выступлением? Очень. Ты молодец, ты крутой. Альхан, я тебя обожаю. Спасибо большое. Айша Алмат из Нур-Султана на этапе прослушиваний удивила судей чревовещанием. Тогда ворона по имени Клара спела песню Нурлана Абдулина. Прям очень интересный такой номер. Все получилось. Особенно девчонки вообще были без ума от нее. Не знаю, что на этот раз будет. Айша Алмат из Нурлана Абдулина. Особенно девчонки. Особенно девчонки. Особенно девчонки. Айша Алмат из Нур-Султана. ПЕСНЯ У нее столько фантазии, столько импровизации. Мы ей задаем вопрос. И она на месте же просто. Это юмористка, это шикарная девочка. Привет, привет. Как дела? Отлично. Тебе понравилось твое выступление? Конечно. Я же звезда. Ай, молодец. Карнаист из Таджикистана. Юльчибой Кадиров в полуфинальном выступлении задействовал почти всю семью. ИНТРИГУЮЩЕКЛА ИНТРИГУЮЩЕВАЮЩЕКЛА ВЕЛЬЮЩЕСЬ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Волнует, я ждусь с нетерпением. Большой семье музыкантов не удалось сразу попасть в гранд-финал шоу. Но мы верим, что телезрители поддержат Юл Чебоя с помощью СМС-голосования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Central Asia's Got Talent – это шоу, где участники раскрывают свои удивительные таланты через песни, танцы, экстрим, акробатику и волшебство. Дмитрий Поляков – иллюзионист из Узбекистана, очаровал судей с помощью магии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствуется, что он любит свое дело, профессионально к этому подходит. Даже вот девчонки, насколько они у нас всегда такие, особенно Ситора, она всегда же такая у нас неверующая Фома, она даже была очень удивлена. Честное слово, шикарно, спасибо большое. Ваше появление с ниоткуда, это вообще восхитительно. И я знаю, что сейчас жюри ждут от меня прям чего-то такого прям масштабного, большого, хотят удивляться, и я думаю, получится все. Хочу представить вам крайне опасный и давно забытый эксперимент. На этот раз Дмитрий подготовил смертельно опасный номер. За полторы минуты он должен освободиться от цепей, смирительной рубашки и открыть замки клетки, иначе его голову пронзят ножи. Девять, девять, восемь, девять, шесть, пять, четыре, три, два, один! От полуфинального выступления иллюзиониста судьи снова остались в восторге. Они пропустили Дмитрия в гранд-финал. В город Нур-Султан в гранд-финал поедет... Дмитрий Поляков! Кто из оставшихся 12 полуфиналистов окажется в финале, решаете вы, телезрители. По правилам шоу Central Asia's Got Talent, каждое воскресенье в выпуске полуфинала открывается СМС-голосование. У каждого участника есть свой номер, по которому можно отдать голос. Если в гранд-финале вы хотите видеть полюбившегося вам участника, не пропустите эфир и голосуйте. Возможно, ваш любимчик окажется в гранд-финале шоу, который пройдет в прямом эфире 22 декабря в столице Казахстана Нур-Султан. Смотрите выпуски шоу по воскресеньям на телеканалах Хабар, Зор ТВ, КТРК и ТВ Софина. И голосуйте за любимого участника. На сегодня все. До встречи в следующих эфирах. Целуем вас всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова